Здарова, с тобой Гар. В предыдущих двух видео я разобрал истории всех специалистов. Ссылки будут в комментариях и в правом верхнем углу. Это уже третья часть из серии про лор и сюжет. Тут я вас познакомлю с событиями, которые привели к войне 2042 года и подведу вас непосредственно к событиям в самой игре, вплоть до старта первого сезона. События сезонов и ивентов я разберу в следующем видео. Обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, если хочешь увидеть следующую часть и пиши комментарии, что думаешь про сюжет Battlefield 2042. Видео поделено по главам, для удобства таймкоды в описании. Battlefield 2042 продолжает общую историю игр BF3 и BF4. События Battlefield 4 не станем рассматривать, так как и все знают, что там происходило. Просто возьмем тот факт, что каноничной концовкой является пожертвовать Ханной, где Пак и Ирландец остаются живы, а она взрывает Валькирию. Десятилетие хаоса. В 2028 году Восточная Европа будет охвачена масштабным пожаром, известным как Балтийский огненный шторм. Привет, знаменитый режим из BF5. Этот шторм уничтожил земли и производство продуктов питания, загрязнил воздух и затемнил европейское небо. Парниковые газы, выделившиеся в результате шторма, вызвали глобальное повышение температуры, что привело к таянию ледников и повышению уровня моря. К 2031 году Земля оказывается на грани глобальной катастрофы. Экстремальное изменение температуры привело к возникновению ураганов. Первый в истории ураган шестой категории, ураган Зета, появился 9 октября 2033 года. Ураганы становятся обычным явлением и происходят по всему миру. Возникает глобальная нехватка продовольствия и топлива. И 11 января до 1034 года начинается вторая Великая Депрессия. А 8 августа до 1035 года правительство Германии рушится, а Европейский Союз распадается. Новая реальность. Многие страны закрывают свои границы во время кризиса. И по мере того, как другие терпят крах, более 1,2 миллиарда человек становятся народом без гражданства. Не имея страны, которую можно было бы назвать домом. Эти отчужденные люди объединяются до совместного выживания, создавая флоты и еще безопасную гавань от опасного глобального климата. Эти люди стали известны как непрекаянные. В 2037 году США и Россия станут единственными оставшимися сверхдержавами, поскольку человечество начинает адаптироваться к этому новому миру. Технологические прорывы в области энергетики и рашения пустынь начинают стабилизировать цепочки поставок. В то время как гидравлические дамбы и морские стены позволяют прибрежным городам снова стать пригодными для жизни. Национальные границы снова открываются и общество начинает перестраиваться. Непрекаянные отвергают призывы воссоединиться со странами Старого Света, создав свою собственную идентичность, не связанную никакими национальными признаками. В результате запрет непрекаянных становится постоянным элементом во всех областях принятия глобальных решений. Многие страны, включая Соединенные Штаты, начали называть группы непрекаянных вне закона, контрабандистами и пиратами. В ответ многие флотилии непрекаянных начинают формировать вооруженные группы бывших военных специалистов со всего мира, чтобы защитить себя в случае необходимости. Авария в энергосистеме В 2040 году, во время первой попытки устранить ураган, Буревестник-1 допустил ошибку и случайно выпустил электромагнитный разряд по всей Земле. Эми привел к отключению всего электричества и отключению всех спутников. После взрыва в верхних слоях атмосферы Земли возникает буря космического мусора, которая вызывает эффект Кеслера, в результате чего более 70% орбитальных спутников врезаются в планету. Глобальный блэкаут охватывает планету, и это затрагивает все аспекты современной жизни. Сети связи нарушены, воздушное сообщение нарушено, линии снабжения остановлены, а цены на товары первой необходимости резко взвинчены за одну ночь. По неподтвержденным данным, погибло более 100 тысяч человек. В результате военное наблюдение стало практически невозможным, и США, и Россия обвиняют друг друга в произошедшей катастрофе. Другие полагают, что ответственность за это возможно лежит на неприкаянных, которые, возможно, хотели создать анархию в Старом Свете. Две сверхдержавы начинают теневую войну за контроль над жизненно важными ресурсами. Пытаясь избежать объявления полномасштабной войны, обе стороны начинают использовать целевые группы неприкаянных в качестве доверенных лиц в своих конфликтах, обещая взамен доступ к ресурсам. Эти конфликты продолжают разрастаться в масштабах, и к 2042 году открытая глобальная война практически неизбежна. Оставшиеся непримиримые противники вынуждены выбирать сторону, чтобы выжить в грядущем конфликте. К 2041 году, после потери спутников-шпионов, США и Россия снова запустили спутники. Но, к их удивлению, неприкаянные захватили все их новые спутники. В результате США и Россия начинают запускать спутники-шпионы нового типа. У этих спутников нет сетевых возможностей. Они, пролетая над другой страной, записывают все, что видели, а затем выходят из строя, чтобы позволить наземным силам забрать накопители данных. Те места, где спутники-шпионы терпят крушение, становятся опасной зоной. Да-да-да, тот самый ныне полумертвый режим Hazard Zone. Эти накопители данных становятся ценными товарами, которыми торгуют на темном рынке, а данные на них становятся валютой. В то время, как большинство неприкаянных просто продают их, чтобы заработать деньги, один из них, по имени Ос, видит возможность изменить мир с помощью этих данных. Путь неприкаянных. Побег из Дохи. И вот, наконец, мы подошли непосредственно к самим событиям игры. 12 сентября до 1041 года в Дохи, Катар, с журналистом Кевином Бичиром связывается анонимный источник, утверждающий, что он Ос, командир крупнейшей организованной группы неприкаянных. Изначально, сомневаясь в утверждениях этого человека, катарская полиция проводит обыск в доме Бичира, вскоре после того, как с ним связался Ос, что заставляет его поверить в подлинные сообщения. Спасаясь от полиции под прикрытием сильной песчаной бури, Бичир замечает эмблему неприкаянных, скрытую на многочисленных светодиодных рекламных счетах по всему городу. Следуя по следу из эмблем, Бичир добирается до катакомбы под заброшенным футбольным стадионом и встречает Петра Гуськовского, который показывает Бичиру путь к отступлению из города. Фокус. Продолжая идти по следу Оза, Бичир 1 ноября до 1041 года прибывает на конспиративную квартиру оперативной группы ноупетов Валанге, Индия, и присоединяется к ним. Позже, тем же вечером, группа нападает на судоремонтный завод Валанге, чтобы украсть корабль. Сражаясь с индийской армией, оперативная группа захватывает брошенный контейнеровоз, управляемый новином РАУ. Корабль покидает порт и армию под прикрытием сильного шторма. Оперативная группа окрестила его Копперфильдом. Заячий бега. Копперфильд должен был продолжать перевозить припасы между группами, находящимися вне зоны досягаемости в Индийском море. В течение следующих нескольких месяцев по удаленным приказам ОЗА, 19 февраля 2042 года, он перевозил 65 беженцев из Австралии, что привело к стычке с сингапурским портовым управлением на острове Брани. На корабле Кайвану удается поговорить с Викусом Ван Дейлом, который рассказывает об отношениях с Сингапуром ранее. Вику считает, что главной проблемой непрекаянных и причиной плохого отношения к ним является дерьмовый пиар. Каждый террорист пытается причислить себя к рядам непрекаянных, что сыграло злую шутку с репутацией последних. Копперфильд причаливает к порту незамеченным. Последний беженец не успевает перебраться в укрытие, включается сирена. В мгновении ока появляются четвероногие роботы с пушками, рейнджеры. Каспер снайперским огнем уничтожает противников и контейнеровоз спешно отчаливает от доков. СПА начинает преследование не только по суше, от чего спасает взломанная система управления контейнерами. Рао заставил их свалиться на головы. Но и по воде, от чего их спасает флот непрекаянных, рыбацкие суда, буксирные катера и другие контейнеровозы. И много кто еще. Третья сторона. Копперфильд второй день находится в Желтом море в неведении о том, что им предстоит делать дальше. Вебстер Маккей, который оказался на корабле, объясняет, что Оз выводит принцип «меньше знаешь, крепче спишь» на новый уровень. Он телеграфирует место назначения и пересылает маленький кусочек разведданных. А непрекаянные должны каким-то образом готовиться. К началу мая 2042 года специалист Джи Су Пайк по приказу Оза внедряется в компанию Дэйсон Электроникс в Сонгдо, Южная Корея. 8 мая, в этот же день, 19 лет назад, вышло это видео. Пайк устраивает взрыв в штаб-квартире Дэйсон. Крадет 10 петабайт данных и бежит из Сонгдо, где ее подбирает Копперфильд, ожидающий в Желтом море. В конце июня Оз направляет Копперфильд встретить российское грузовое судно в Тихом океане и забрать 5 контейнеров с многоцелевыми пусковыми установками волков, замаскированных под партией фруктов. В процессе разговоров выясняется, что мы с Канаверал, а вместе с ним и Космодром ушли под воду, из-за чего пошел слух, что американцы вспомнили про старый пусковой комплекс Европейского Союза Куру. По мнению Марии Фальк, все так и есть на самом деле, ведь русские начали заниматься пострекательством местных жителей на бунты против нахождения американцев на территории французской Гвинеи. Копперфильд доставляет контейнеры к месту назначения в Куру, французская Гвиана, чтобы передать их там местному подразделению милиции. Прибыв туда 9 июля 2042 года, обмен едва начинается, как американские вооруженные силы нападают на ополчение и оперативную группу Копперфильда. Кайван получает огнестрельное ранение и отключается, очнувшись уже в кузове грузовика. Долгий путь домой. Некоторые члены оперативной группы, в том числе Бичир, Рао и Мария Фальк, сбегают из Куру на другом корабле, направляющемся на контролируемый Россией нефтяной объект «Чистая нефть» на земле королевы МОД Антарктида. Вскоре после прибытия непрекаянные обнаруживают, что Россия начала отказываться поставлять нефть кораблям непрекаянных, которые не присягают на верность нации. В то время как многие корабли, оказавшиеся на мели, принимают это предложение, оперативная группа Оза отказывается и остается в ловушке в порту. 14 августа 2042 года корабль МФС-04 «Исход» под командованием капитана Кимбла Грейвса из флота непрекаянных прибывает, чтобы спасти застрявших ноупетов, в том числе Константина Ангеля. После короткой перестрелки с русскими, которые первоначально приняли исход за американский корабль, он забирает оперативную группу Оза и оставшихся беженцев и отбывает. Иной путь Тогда же Оз связывается с кораблем и резко перенаправляет его в Лондон, Англия. Далее идут события короткометражного фильма «Исход», который я разбирал в первой части из серии видео, в главе про ирландца. Ссылка будет в описании и всплывет в правом верхнем углу. И закончим мы той самой фразой ирландца, с которой началась война 2042 года. Есть только один способ остановить эту войну – оказаться в самой ее гуще. Сообщите всем непрекаянным, кто захочет слушать. 36 часов до дохи. Готовьтесь к битве. Вот, собственно, и все. Я разобрал те самые события, которые привели к войне в мире Battlefield 2042. Обязательно ставь лайк и подписывайся на канал, а также пиши в комментарии, как тебе третья глава моего рассказа про сюжет данной игры. И хочется ли тебе одиночную кампанию во вселенной? А с вами был Гар. Всем пока!